ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не могу представить себе алматистский КВН по определению. Ахлбек Дошжуанов, генеральный директор БАЗ-продакшн. Ну, может быть, это, конечно, проект, который не касается как-то вот этой социальной темы. Но мы очень рады видеть вас на спортивном телеканале сегодня. Рахмет. Ахлбек Морзак, Ошельдин. Рахмет. Я вот о чем хотел сегодня поговорить. Ну, во-первых, подвести, наверное, итоги трех лет. Потому как этот проект, он работает, ну, скажем так, в долгосрочную перспективу. И именно с вас начать, Асхар Морзак. Как эта идея возникла? Потому как в Казахстане, где не было никогда футбольных реалити-шоу раз. Второй момент. Ну, никогда не было подобных кастингов или, ну, скажем так, объемных с точки зрения работы проектов. Вы зашли достаточно с амбициозной, ответственной и, можно сказать, наверное, смелой идеей. Еще раз добрый вечер, спасибо. По-моему, мы как раз здесь в студии, да, Давид, это обсуждали, как это все родилось. Еще раз, да, надо будет сказать. Да, вот-вот-вот. Вы говорили с Тимуром, с Улейменом, если не ошибаюсь, в предыдущий раз. Давайте тогда так. Как эта идея возникла? И довольны ли вы результатами этой самой работы по итогам трех сезонов? Идея возникла в 2022 году, когда министром информации был Оскар Умаров. Вот мы ее тогда, в принципе, вместе с ним, тогда была задача сделать что-то такое новое, социальное. Как раз тогда начали появляться наши новые идеологемы, новый Казахстан. И как раз стояла задача сделать вот такую историю социальную, идеологически, спортивную. А так как футбол – это спорт номер один, то, в принципе, площадкой мы выбрали именно футбол. То есть и самое масштабное, и самое по охвату людей, самое большое вид спорта – футбол. И самый социальный, то есть где можно сделать именно вот этот социальный лифт, можно его сделать именно в футболе. Этих историй вообще в мире же много, как социальный лифт, честный футбол. А мы попробовали сделать вот такой казахстанский продукт, который сейчас, уже после трех лет его существования, можно сказать, ну даже произошел самые смелые ожидания вообще, ну мои, не знаю, тех, кто там участвовал, всей нашей команды. Потому что, как это все сейчас у нас вот на сегодняшний день происходит, это какие-то, знаете, интересные вообще, ну я не знаю даже как это глобально, колоссально, грандиозно. Это вот коллаборация, как мы всегда любим говорить, государства, бизнеса в лице Тимура Турлова, который вот поддержал искренне, от души и деньгами, и своим участием, и, не знаю вообще, и своими советами, и своим, ну идеологическим подходом каким-то. Он же тоже вот как бизнесмен, ну так, новой волны, новой генерации, именно таких новых историй. Вот, знаете, все люди, которые здесь участвовали в этом проекте, которые его придумали, воплощали, вы знаете, проект, он видоизменялся прямо на глазах. Иногда мы могли поштурмить так, что то, что было до, оно на следующий день было другое, скажи, да? То есть он мог бы выглядеть иначе? Да. Ну, потому что он... Почему так, Кубик, он отвечает увереннее всех. Ну, вот он такой уверенный. Он уверенный такой, да. Но суть в том, что мы просто, как вам сказать, мы вышли, во-первых, на международку, да? Я опять тогда вот говорил, сейчас опять, может быть, это будет выглядеть как похвальбаль, что такого проекта в истории Казахстана вообще не было, который выезжал за пределы страны, как телевизионный, спортивный, социальный. Абик, вы же как специалист в этой области можете сказать, да, что в медиа такого не было, да? Не было такого. Вот мы в этом году посетили Узбекистан и Кыргызстан. Давид, как спортивное, скажи, такое было, чтобы Казахстан, как страна, приезжала в другие страны и отбирала там лучших молодых людей. Причем с нами при этом были звезды. Условно, к нам в Кыргызстан приехал Вячеслав Глеб, ой, не Вячеслав, а как? Александр. Александр Глеб, да. Вячеслав, это брат его, да. Да, Александр Глеб. В Ташкент к нам приехал Дэвид Джеймс. У нас в Ташкенте вообще был такой безумный какой-то ажиотаж. Федерация футбола Узбекистана в лице нашего большого друга Равшана Ирматова оказала нам вообще такую глобальную поддержку вообще, колоссальную. Ну, если вы были в этих странах, вы знаете, да, что... В Ташкенте-то бывало. Я знаю, как там встречают. Айдин Кожахмет перед финалом признавался, что это большой пример для наших футболистов. Они увидели то, как нужно тренироваться. Да, Игорь Григорьевич, это так ощутимо было. Так бросалось глаза. Ну, и узбекская школа навсегда отличалась от нашей. То есть мы немножко имеем разные футбольные школы. Мы просто увидели такое количество ребят, которые пришли в Ташкенте. Это, наверное, был самый большой вообще кастинг, отбор. Вообще за все, если брать, за все сезоны более двух тысяч ребят. И на самом деле это достаточно сложно было для всех скаутов. То есть они с раннего утра до позднего вечера просматривали ребят. И второй день, когда уже была финальная часть этого кастинга, то есть именно Ташкентского, тоже очень много ребят мы посмотрели. Оно привнесло вот эту изюминку в этот проект, потому что было уже соединение разных футбольных школ. Наша школа, узбекская школа, кыргызская школа. То есть и сам проект из-за этого получился более такой... То есть команды получились более такие, как сказать, разносторонние. При этом футболом всегда был элитарным, вам не кажется? Ну то есть это ведь история про то, что туда попадают единицы. Ты проходишь через Академию, и только так ты можешь получить... Ну понятно, да. Но поэтому этот проект и вся красота этого проекта в том, что шанс в этом проекте получают именно те ребята, которые пытались попасть, как вы говорите, в эту элитную часть, да, где они проходят через все просмотры. У них это не получалось. Но в футбол есть одно сумасшедшее качество у этого вида спорта. Всегда есть второй шанс. Всегда есть завтра и есть второй шанс. И я вам скажу так, что в этом проекте сегодня участвовали ребята именно в третьем сезоне, которые приходили на первый проект, которые доходили до финального матча на втором проекте и пришли на третий проект. То есть им жизнь, и этот проект дает возможность все-таки себя реализовать. И это очень-очень, наверное, самое главное, что из этого проекта нужно вынести, это то, что эти молодые ребята получают этот шанс, идут к своей мечте. Раз они уже приходят в третий раз, значит, они верят в этот проект очень сильно тоже. Это тоже большой плюс для нас, для всех. Ну и в этом всем и есть красота футбола. Поэтому это спорт номер один в мире и в нашей стране в частности. Это вообще история больше. То, что вы сейчас рассказываете, это, мне кажется, можно переложить, знаете, на творчество. Да. КВН, кино, что-то еще. Это очень-очень, это очень-очень. Компания «Компания» Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Он просто сказал, все, я всем расскажу. Представляете, это только первый. Но это результат меморандума наш. Потом приезжает Клод Макеле. Мы его отправляем в октябрь. Тогда как раз были эти паводковые дела. Там была немножко такая атмосфера. Но он опять же приезжает, идет на стадион, смотрит там всех детей. И тут же ему говорят, социальная программа. Он как посол FIFA официальный посещает все социальное, что было. Вплоть до... Даже он посетил кого-то. Нет, мы были в детском доме и посетили людей, которые после паводков оказались. То есть без дома они жили там, я не знаю, это общежитие было или что это. Потом он сделал мастер-класс для ребят. Потом опять вернулся смотреть ребят. То есть на самом деле работу провел очень огромную. Потом ночью в Флаерстану, не сочтите это за рекламу, Флаерстан полетел в Астану. В Астане его уже ждали. Ему его активность, так как он реально мировая звезда, заметили на самом верху у нас. Наш многоуважаемый господин президент. Ему сделал личный подарок. Он сейчас только доехал, да? Из своих запасников. Он поделал очень художественную вещь. Он прям был растроган. И когда он улетал в ту же ночь, опять же, представляете, какой у него график, да, безумный? Он нам сказал, пацаны, это вы, и проект безумный, и страна у вас. А, он же еще, вот, Астану же увидел. Да. Рис Карлтон. Ночью. Опять реклама. Он сказал одну вещь. Я не мог себе представить, что вы, что вы есть вообще. Все, это наш посол конкретно. Он сказал, я теперь буду всегда говорить, что в Казахстане живут правильные современные люди. Но это супербол. И правильно заметил мой коллега Ян Несибеков. Он сказал о том, что да вот, две недели назад ведь был Клод Маккелли в Ак-Тубе. Через две недели он на Уэмбле ходит и презентует Кубок Чемпионов в этот момент. И так ведь и есть, что буквально он только что оказался в регионе Казахстана, а затем посетил. Но я, как понимаю, главная миссия, она ведь именно такая, социальная. Мотивировать, показать, что футбол ближе. Что есть возможность абсолютно у каждого не только заявить о себе на поле, но и встретиться с ними. Олдан дай мүмкіндік қой жаспалдарға. Мысал, футбол. Футбол. Мысал, Арбаланын арманы да, бірақ центральный стадионның Чингенттің, немесе центральный стадион Алматының. Біз ана жылы, мысал, Алмат Аренада ойняты. Сол халықпен бірге, сол халықтың үлке, 6,000-7,000 адам жиналатын халықтың футбол ойнау. Солның өзі эмоциялық энергиялы жаспалдарышын ол өте плюс. Ол мүмкін өтпе ақ қойсын, арғарай өтпе ақысын, бірақ сол поляға шығып, соуның ойнау. Жарғандай үлкен зездалардың қасында болу, қарасан киша, ол кастингтен өтеді. Кастингтен кейін, оны кәсіби кадымғы миткомиссияден өтіксет. Бізде көп балдар миткомиссияден өті алмай аған бал. Касыби ол жаттықтырушы, бір ғана жаттырықты өшімес қой. Кадымғы жана профессионалды тренерлер, одан кейін бірақшыдар. Әр қайсының кейімі, бұцыы бәр қаралады. Ол дажы өтпеседі, аранда болын үсті жана бір жарымай энергияді болғанда базада оғанда. Ол футболдың неге кейін түсінетті, кейбір балдар дар аны жетін кетіксі еліме қалады бір. Діз қанды эмоцияда, сонтан мен ойлайым бұл балдарға ғанағы үлкен мотивация. Үлкен өмірдегі мотивация. Сіз ойлайыншы, соң финалда болында, финалға біз жаға неге келіп атырған, разды ол кей кірсек, өздерінің сөреттері бай. Біздің профессионалды футболисттердің ғондай жоқ. Разды ол кей кіргенде, әрғайсының ат, мен, футбол қысы, өздерінің сөреті, әрғайсының ғорды бар. Арманғы? Бұлай қартысанғыз. Арманғы ғондай. Мен, ханша, мысалы, у мене Давид тенді сұракшы, Давид сізді ғондай болды ма? Өбірізді. Разды ол кейінде, Давид Лория, деп сіздің. Ну, в автомобилисте бұл, әрғайсының ғондай, әрғайсының ғондай. Бұл ғондай болды ма? Бұл әрғайсының ғондай. Бұл ғондай болды ма? Бұл ғондай болды, әрғайсының ғондай болды. Я на беке просто смотрю, с какой эмоцией он это рассказывает. Это просто по одной из той причин, что мы уже видели, допустим, он на поле, наверное, проводил времени больше с ребятами, чем мы все вместе взяты, даже больше, чем тренеры, потому что он все время там был, он все время был в самые гуще событий. Танин сейчас на свой сериал он просто детям, этим пацанам даст шанс. Кто-то футбол. Сейчас два человека уезжают в Рубин. Причем пацаны молодые. 16 у нас лет. Уроженец один Тараса, один уроженец Ак-Тубе. Артем Загородский и Турель Ислам. Это два, получается, пацана из самых... Ну, Тарас-то, понятно, у нас кузница кадров, да, идет она, она кладезь у нас. Какое-то там, какое-то безумное там сочетание. Оттуда всегда выходит хороший вертик. Всегда. Да. И вот Ак-Тубе сейчас, там же идет футбольный бой. Всегда, уже сколько лет. И вот сейчас это очень, ну, очень неудивительно, что в таком футбольном городе, вот, молодой пацан, его заметили. Его, короче, рекомендовал тренерский штаб, я не знаю, кого там, у Ильи Юнусыча или у Агая. Загородский он у Агая. И был руководитель Академии Князев был. Он, по-моему, 25 минут тут из них играл. Это детали все. Самое главное все сказал. Все. Смотрим. То есть сейчас они уезжают туда и их будут смотреть. Это уже один, ну, Всевышний, и их руки, ноги, и их состояние. Если они зацепятся, все. Они там остаются. Мы же ЕС, то есть они там не легионеры, они спокойно будут там, это будет или Рубин-2, или Рубин там, молодой Юфейл, я не знаю. Но это все, это шанс. Это же, это, ну, то есть многие из нас бы, да, в наше время, я честно скажу, которые прошли потом через профессиональную карьеру, в этом возрасте, может быть, мечтали бы поехать, да, и получить шанс попробовать себя на более высоком уровне. А эти ребята буквально за месяц, то есть месяц с небольшим, из тысяч детей, которые участвовали, уже не дети, молодые ребята, да. То есть они, то есть вы представляете, да, какой-то скачок для них. Тут еще есть другой момент, да. Я всегда говорю из года в год на каждом, в каждом сезоне, я говорю, как они с этим справятся. Как они с этим, это же определенное давление, определенный прессинг, как они с этим справятся, как они через это пройдут. В этом году Супербол сработал, и даже на нашего великого ветерана, и Евстафии Алкевьятовича, Пихлеваниди. Честно сказать, весь коллектив Супербола обратился, как в Акимат напомнил, оказывается, 21 год человек там не был. И вот сейчас, благодаря тому, что вот опять же, прогрессивный, молодой Аким города, он это все отметил, посоветовался со своим, то есть общественным советом, они сказали, безусловно, присвоили ему звание почетного гражданина города Чимкент. Мало того, я сегодня вот с Асхатом Сисимбеком, директором нового клуба Ордобоса общался, они, по-моему, там ему хотят предложить какую-то там, ну, роль, чтобы там, не знаю, он как-то помогал, советник, да. Ну, то есть, получается, Супербол и здесь немножко так подвигался. У нас Вахита Нусыч, по-моему, сегодня или завтра улетает из Каменогорска? Алтай. Да, и он принимает там Алтай. Это Алтай, в Каменогорске, они там меняют свой путь, стратегию, хотят взращивать молодых ребят своих местных. Но опираясь на, допустим, вот Хижниченко, как это, то есть, ну, местный воспитанник, местный. Ну, есть все равно какие-то столбы, понятно. Ну, конечно, да. То есть, и вот Вахита Нусыч, насколько я знаю, пока до конца года туда едет, а потом смотрит, как это глобально вообще будет в Усть-Каменогорске. То есть, опять же, Супербол, вот мы сейчас его хотим назвать Супербол, то есть, будь Супер, Супер, будь. У нас через этот проект прошло километр людей, очень много, да, знаменитостей было, и уже иностранных, да, знаменив всяких там. Вот буквально сейчас вот звонил мне с Франции, есть там такой клуб, по-моему, Лиги 1, да, Лиги 2, да, Лиги 2, Анси. Скорее всего, они там одного мальчика заметили у нас, я не знаю, они, по-моему, по-моему, это узбек. Сейчас очень многие скауты, которые присутствовали во время финального матча, помимо этого же трансляция была открыта тоже и в Ютубе на весь мир, они смотрели, сейчас идет анализ. То есть, там люди работают профессионально, никто с бухты-барахты, грубо говоря, ничего не делает. То есть, у многих ребят сейчас идет анализ, как они провели игру, кто какой, забрашивают дополнительную информацию, кто откуда, как, какой бэкграунд и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, то есть, на самом деле, вся работа, вся работа, она начинается именно сейчас. Все, что было до этого, это было, то есть, ну, там, реалити-шоу, а вся профессиональная работа только начинается. Это очень кратко для наших клуба отправлять, потому что у нас сейчас Иртыш кого-то запросил, кого-то запросил, только ВГПС, кстати, ваш запросил, почему-то. Я не знаю, я просто, а я видел вас в ВГПС. В моем родном, прошу прощения, но здесь особенные футбольные Допустим, сейчас Вахид Инущ уезжает в Алтай, он уже сказал, я хочу забрать двоих ребят, одного на контракт, второго на просмотр, Адмир Лысенко и Асхат Мукушев. Асхат Мукушев, парень с прошлого сезона, да, с прошлого сезона, он был в прошлом сезоне, дошел до финала. То есть, о чем я говорю для него, это еще один шанс. Они им уже по 20 лет, да, в этом году, то есть, для них это действительно тот момент, когда они уже должны стартовать. Да, вариант зацепиться. То есть, это для них вариант зацепиться. Мне очень сильно отпечатался в памяти первый сезон, в первую очередь. Вот те, кто были там. Я помню парнишку, у него была и прическа особенная, знаете, такая пышная. Дани, по-моему, Назарбаев, да, у него еще фавилья говорящая. Но он сегодня тренер футбольного центра в Ардабасах, в Ардабасах, да, он не присутствовал на финальном матче, потому что в этот момент, я так понимаю, они уехали в Сербию на турнир. Уважительные причины. Ну, нет, я это к чему говорю? К тому, что каждый, кто проходит через этот проект, находит себя в продолжении в футболе. Вы следите за тем, что произошло с финалистами 23-го года, 22-го? Мы пытаемся в любом случае следить, поддерживать отношения. Я вам просто... Их вы, да. Папа, он папа, это... Он с ними, со всеми. Все должны быть в женности тогда получили. Ну, тут уже... Я вам так скажу. Например, в прошлом году Нурлубек, вратарь, играет в финальном матче. Мы понимаем, что до контракта еще не готов. Пусть он на меня не обижается, что эту историю рассказывает. Ничего плохого в этом нет. До контракта еще не готов. Мы ему говорим, дорогой, нужно 3-4 месяца поработать. Вот у тебя есть футбольный клуб «Женис», вот тренер «Ротарей». Давай, 3-4 месяца работаешь, и нужно еще добавить, еще прибавить. Это профессиональный спорт, это жестокая вещь. Ты должен работать. Все хорошо. Две тренировки, человек пропадает. В этом году вижу его на кастинге. Подхожу, говорю, ты пошутил? Ты уже должен профессионалом быть. Но и красота футбола в этом. На тебе еще один шанс. Он опять в финале, он опять в финальной команде, и команда, которая побеждает. Все. Он за иношечек командировал, да? Да. За иношечек командировал. То есть к чему я это говорю? К тому, что вот тебе еще один шанс. Вот он сейчас, я уверен, что он сидит и ждет, когда же ему позвонят, когда пройдет до конца анализ вот этих скаутов, то есть будет ли у него шанс продолжить профессиональную карьеру. Но и он, понимая свои ошибки, которые он допустил, это нормальные человеческие ошибки молодого парня, который может любой допустить в этот момент. Сейчас он не допустит этой ошибки, если ему скажут, тебе надо поработать. Потому что мы видим хорошее качество, но мы видим, на чем ему нужно работать. То есть на данный момент, если попытаемся как-то закрыть эту тему касаемо просмотров, двое ребят у нас отправились в Рубин. Один на карандаше у французского клуба Лиги 2. Да. Нанси? Нанси. Нанси. Окей. Двое уже отправляются в Алтай. В Алтай. Да. Один отправляется в Ордобасы на просмотр. В молодежную команду или? Ну, это уже решит. Это он сам все ставит. То есть возраст у нас разный. Участников от 17 до 23 лет. Важно понимать. Но при этом вы время от времени отступаете от этого принципа и попадают ребята, как в прошлом году. Я забыл фамилию. Парнишки ему было там 14 или 15. Озорной. У нас каждый год такие ребята. Да, помните, у одного было прозвища Зиданы. Ну, Поки. Поки вот сейчас, я так понимаю, они завтра озвучат. 25 число завтра. У нас вот был очень талантливый парень с первого, который он был маленький. Которого потом мы взяли в Вильмай. Который прямо влюбился тогда в Самат Кобилович наш. Потому что у него футбольный интеллект зашкаливал. Мы же в карате. Там же есть специальная лаборатория. Мы его проверили. Они сказали, у него какой-то интеллект, как у Ашайна. После этого мы все... Сначала он такой маленький, худой. И думали, ну и ладно, как бы. Ну и в мини там иди куда-нибудь. А выяснилось, что у него этот... Год с нами был в Вильмай. Потом мы должны были с ним перезаключиться на высшую лигу. Потому что он в задубль начал забивать какие-то безумные головы. Это как бы Хави. Или Неста. Я не знаю, кто он. По интеллекту мы должны просто по интеллекту. Я просто... Сколько ему сейчас лет? Ну, сейчас ему 17. 17. Я думаю, что его сейчас завтра подпишут. Что тут уже говорите? Объявят. Касанайских табол. Потому что там они взяли прошлогоднюю нашу главную звезду. Левая нога, да? У которого. Которого первым же касанием отметил Мельхески, когда приехал. Сказал, вот этот парень имеет шанс играть в большой футбол. Сегодня он игрок табола. Уже там выходил на кубок. Адербек. Адербек. Может, он знает всех. У которых всех игроков, почему он? Ну, я так скажу. Вот человек... Действительно, мы видели, что вот эти два сезона человек жил. То есть их жизнь, вот в тот момент проект, он жил в жизни, он их знает. Поэтому, если телевизионная версия будет, это надо вот снимать по ним судьбу, да? База да бірге жаттым, бірге болдым. Ана жыл, енді, катты қайраттен, бейл, мысал, мен чымгентен келдым. Бір жарамай, сойақтан, шықай, ақа козығалмай, солармен болып. Маған, осы проект, бір, енді, өзім, қаншы, көп жұмысларым болса, осы проект, маған, қатты, жақсы көріп. Енді, балдардың бір, балдардың бір, маған жаңа не болды. Бір жаңа жоға болды. Ана жылығыда өз екіншіл, мен қатты қалдырмай. Балдардың барлығы мен кешкеде, күндізде сөйлесі, болармен бірнәсен не қылып. Жынмен бір жақсы не берет. Мүтимақты проект. Мұл шынайтығын, бұл, сөз бен жетті қалмайын. Шынайтығын, маған өзіменді, футболды жақсы көрем бір жағын. Жанан ана балдарын тінеуін тілеу отырасында, анаған бір, бір өп, бір өне орсағын. Мысалы, бір балдар болды, үшінмен еферді айттың кемейді, бірақ кешкентай жара үшін финалда ойнамай болды. Мен қатты ұрстым. Үзім қатты ұрсатмады, үшін қатты ұрстым. Жен сен шыған сыңғын, еғі ұтсың, деймді, нәжеде. Қаншама елден скаут кеуатыр, қаншама не еуатыр, көрінім керек. Солғы міндет, көріні сатылу. Сол, басқа жетерді жоқ ой жерде. Сен бір айынды жүз процент, жүз, екі жүз процент пайдаланың керек. Болды балдар, мысалы, келіп, алты, оң килограмм тастаған балдар болды. Кәдім бұдей, көзімше, олай сеймір көген балды, кәдім бұд тастады. Акүрерлер сол жалқылықтарының кесіріне қалып көйті. Әр бі адам мотив... Сон қараб жүрсен үйтек қызық, ғана жүйттейшінерсе жоқ, интернетті дұрсынамайды. Бірақ, аналардың өмірі... Мен трениров күсімен, күнде трениров күде жасақ көөзің, ғандасанда футболу көзің. Бірақ, аналардың өмірі, үмірі қазық қараб жарқасның көзі. Бірден тұрмейдардың. Мен тренсформація. Да, тренсформація. Адам футболшын. Это короткий, но очень насыщенный период, когда человек может пройти путь футболиста от и до. Воспользуется ли им он, это уже вопрос к нему, как и в жизни. Потому что вы можете создать и сделать что угодно для человека, но сделать и сделать ли он правильные выводы, это уже только от юнца зависит. Ну, собственно, самое интересное, что для нас это юнцы, молодые люди, мы так говорим, а в Европе это уже состоявшийся человек, 23 года, кто его назовет там молодым? Это никто, собственно, а у нас они и таковыми остаются. Это, кстати говоря, верхняя планка проекта «Супербол». Кого отметили-то в рамках этого проекта? Мы все об индивидуальности говорим? Нет, я всегда придерживаюсь такого мнения. Вот мы сейчас, ребят, некоторых объявили имена, потому что мы уже знаем, что у них уже есть какое-то понимание, что будет с ними дальше. Я понимаю, что, представьте, еще 40 ребят, которые там находятся, которые ждут, что же будет завтра. И сейчас, допустим, кого-то объявить из них, на кого-то, что мы обратили внимание, я считаю неправильным. Вы думаете, ударит? Это очень болезненно. И вы просто не видели ребят, например, после прошлогоднего поражения, когда команда проиграла в финале. Для них мир закончился, остановился. То есть они же мечтали о другом, но им тогда в раздевалке тоже сказали, ребята, а вот это тоже футбол. Он тоже состоит из таких болезненных поражений. И как вы их преодолеете, что будет завтра, как бы это красиво там не звучало, тем вы и будете завтра. В этом году, допустим, мы вот награждаем ребят. Подходит парень с прошлого года, он еще в прошлом году был. Я ему медаль одеваю, а я вижу, что эта медаль, она ему даже, ну, она ему не мила. По одной простой причине он чувствует, что он не сыграл так, как должен был сыграть. А он выиграл золото? Да. Но он не сыграл так, как он должен был сыграть. Я знаю, кто был. Да. И он должен стоить, и у него такое состояние, что все. А кто сказал, что все? Некоторые ребята через 3-4 месяца, как в первом сезоне Бахаджан Маликов, через полгода только получил приглашение. То есть все разошлись там, да, по контрактам. Он не имел контракт до января месяца, пока не перешел в Елемае. Бахаджан Маликов, сейчас он, по-моему, поступает у нас. Ему в прошлом году, когда в Елемае был, к нам пришел в Елемае в этот вуз имени Алихана Букиханова. Сказал, пожалуйста, назовите человека, мы дадим ему грант на обучение. На 4 года. Ну, то есть это хорошая цифра, ну, в деньгах там. И мы собрались опять же тогда. Сказали, вот, раз уж это как супербол, супербол по-настоящему. И вот Бака тогда получил сертификат. Сейчас он, по-моему, оформляется. И вот человек, получается, и жизнь свою, и меня. Сейчас он в Алтае. И, как я понял, там он в Алтае уже лидер стал, да? Он там уже ходит, как такой уже никакой. Он уже ревал этот обстал. Я к чему говорю, что проект реально меняет просто жизнь людям. Мы, кажется, не отслеживаем пути всех игроков. Ну, это тяжело, но это сейчас жизнь покажет их всех. Все они, да. Вот смотрите, у нас сколько было, грубо говоря, всяких скаутов, да? И сейчас, я думаю, что случится такая история, что у нас же там было, по-моему, несколько иностранцев, да? Давайте так. Это вот в рамках финальной игры супербола в этом году. Я проясню. Друзья, здесь несколько клубов. Указаны. Это презентация. Рубин. Абха. Это клуб из Саудовской Аравии. Из элитного дивизиона, который играет вместе с Альнастром, Альхилиалем и так далее. Аполлон, собственно, и Спартак. Ну, Ивстафи Пихлевониди, благодаря вам, он оказался здесь, в студии, о чём мы были очень рады. Флоран Молуда, понятно, что этот человек с большими именами. Рафшан Ирматов. Эхлилу Фадига, которого мы часто видели. Он оказался и на финале. Ну, собственно, Кола Туре, Дэвид Джеймс, Клод Макелеле, Александр Глеб. Список звёзд, как по мне, ну, очень представительный. Это все. А, ещё и Кокаш. Помнишь? Кокаш должен был приехать. Это я видел. Это я видел. Нет, ну, он реально человек, то есть, хотел приехать. Мы рассказали про проект. Хотел приехать. Получалось, что к нам прилетать успевает, а улететь не успевает, то есть, потому что уже согласованное мероприятие было. И потом мы сидели, я говорю, ты бы не мог для ребят именно мотивационно сделать, для них это будет что-то невероятное. Он говорит, я сделаю без проблем. Кто запросил тебя? Он запросил всё. Он запросил презентацию. Он посмотрел сайт, он посмотрел YouTube. Сказал, а теперь, я тебе говорю, я скажу. То есть, человек, он дорожит, для него репутация дорожит любых денег. То есть, какую-то шляпу, грубо говоря, он бы не пошёл. Ну и вообще, он человек очень такой основательный даже. Когда-то с ним учились, я для себя подмечал. Там кто-то сидит во время занятий, пар там он сидит, расслабленный, смотрит в потолок. А человек даже разноцветными маркерами подчёркивает какие-то разные важные вещи. То есть, у него даже линия прямая. То есть, парень очень обстоятельный, поэтому он звезда мирового футбола. Наверное, один из лучших игроков в истории футбола вообще. Нет, что хотел бы сказать. И вот, допустим, условно, у нас есть там на казахской земле, да, вот у нас же Шумкент, это же как наша старая столица, да, вот почему Ордобосы, да. Посмотрите, вот на этой святой земле у нас происходит матч, где играют команды, да, и там играют иностранцы, приезжают иностранные скауты. Это же, получается, у нас в этом году там стартует у них отборочная турнир Двиги Чемпионов. Это, наверное, 100% самая юго-восточная точка УЕФА. Ну, восточнее и южнее, наверное, нет, да? Да, понятно, что мы граница. Баку-запад, да. И вот там вот эти звезды, скорее всего, сейчас... Там же был Таиланд, да, кто был? Таиланд, да. И у нас там были некоторые вот узбеки и некоторые там были у нас представители Африки, да, они как-то попали туда. И представляете, у нас сделка, да, какая произойдет, если приезжает Чумкент, условно представитель даже, вот, не знаю, таджикского клуба, неважно, или там, тайландского, да, тайского, тайского. И забирает гражданина, допустим, Сенегал. Тема? Это те ребята, которые были отобраны. Здесь поясню для зрителей, потому как в рамках отбора участвовали не только казахстанцы, узбекистанцы и Кыргызстанцы, но и кыргызстанцы, а те, кто проживает на этот момент в территории этих стран. Поэтому оказывались несколько ребят из Африки, к примеру. Это было и в прошлом году тоже, да, парень был из Нигерии. Израиль по имени Изи. В этом году принц, да, парень? Принц, да, парень. Как это? У которого очень антропометрия безумная. Ну, вот им, наверное, футбольное образование потянуть на новое. Ну, он молодой, да. Ну, антропометрия у него. Если бы, допустим, как в прошлом году в первой лиге можно было бы брать легионеров, там трое было, да, ну и иностранцев. Я думаю, его в первой лиге забрало бы спокойно. Потому что антропометрия там, вы же видели, да, это просто, да. Но теперь в Казахстане для них, по крайней мере, для иностранцев, которые участвовали в проекте «Суперболл», путь открыт только в премьер-лигу, но тогда, собственно, и очень высокие критерии. Ну, ты должен соответствовать, значит. Опять же, это спорт, это профессиональный спорт. Он жесток, справедлив, но жесток, да. Честно признаюсь, была эта идея, я даже задавал, Игорь Григорьевич, этот вопрос, по-моему, два года назад. Говоря о том, что выпускников там много сейчас. Нет ли такой амбиции, нет ли такого желания создать, возможно, клуб второй лиги, который бы на этот момент там выступал и комплектовался бы вот именно игроками из команды «Суперболл»? Я не знаю, насколько это все-таки актуально и конкурентно способно для этих же ребят будет, понимаете. То есть здесь очень много, есть такой соблазм, очень есть много таких, может быть, за, а есть много вещей, которые будут против, да, то есть докуда он дойдет, этот проект? Это больше искусственно будет? Да, наверное, все-таки то, что они уходят вот в различные клубы, там, премьер-лиги, первой лиги, второй лиги, кто-то пробует себя за границей, это уже такой естественный путь, естественный отбор и правильный отбор. Если мы хотим, чтобы они играли 10-15 лет, чтобы их карьера продолжалась искусственно, мы создавать условия и среду для них, наверное, все-таки не должны. Вот именно им, этим ребятам, это не поможет. У них какая же основная проблема, вы же понимаете, они системно не привыкли работать. И вот только сейчас они вступают, но после вот этого проекта, вот на вот этот системный путь они не встают. Где они проходят сборы, где они просыпаются по времени, тренируются, по времени кушают, по времени думают о футболе. Если первые два сезона мы даже у них телефоны отбирали, в этом сезоне вы немножко им послабление еще дали, а так-то у них даже телефонов в руках не было. Ну это такая шоковая терапия, мне кажется, для молодого человека. Это сейчас, сейчас. Сейчас 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 да, здесь, виной чем, вы знаете, как, если сезона сбор в сборы кире, кейбербалдар идут. Что они не могли? Как они представляют? Вот сейчас в Oregon, это во время уже не должно найти, что поиграем, кейбербалдар в вашей см музею. Даже сегодня. Как я скажу, я рассказывал, что в Суперболе год previously, он был фибер, или я футболист, что я была то, что я была такой, что я была мужчина, или я была женщина, я опять уйти. Потому что кибер баллы, кастинг-те кышты обтурган баллы. Например, Кокшетау-динбалысы Сучинск. 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 Ключки. Апты Сучинск-те кеткемз. Ну, жақсы. Тренерлер кастинг-те астронома мақтады. Утте тескеймылдат, нет. Бірақ біраптаданген қайтып бетті. Сонда, арасаңыз, ол уже дайна мистанан неге? Ол бір мезет ойна алат, арнаған уже, уже система кіргеннен кейін, ол оны күнде таяртын тұру, тамақ жев, әләжерде, ол уже папа-мама жоқ, күнде ақта, все, темболе, кәждей алдында басында Дмитрий Алисович, бізге жақындатпайтын камералар че, а бізде күнде камера, ол балдар, еренде, не қалдаса, а система ана жет. Кәдіңгі де система ғой, үшкім оны бұз алмайсын. Қайтатындар өзі бірінден болды. Білбілгілі оқылатты. Сонда, бұл жерде баланың өзінің әрғарай жүрегінің қалауы. Мен елі спортсмен болар. Бұл аған шынап, әрғарай шығам десе, шығат. Бұл айым, ұмайым десе ол. Көріңілер жай, көртіта, ой, ұмайды келді. Қүшкім бейтпейдің, білдіппейдің, бірақ жарағайты отыр, жылады деп. Қүшкім бейтпейдің әрғар ашағайды. Бұл аған үшкім бейтпейдің әрғаға. Бұл аған өзінің құрсеттем әрғар аштауы. Бұл аған шығар ашқар ағаға. Құрсеттем әрғар, біз мейтпыртым, бірақ жүргімдің әрғаға. Это еще одна из целей. Это надо понять, создан ли ты для футбола и создан ли футбол для тебя. Выразимся, наверное, так. Готов ли к такому режиму – это раз, и готов ли ты к таким требованиям – два. Это совсем разные две вещи, это совсем два разных направления. И я, как понимаю, таких примеров много. Конечно. Каждый год они есть. То есть каждый год мы видим ребят, которые просто-напросто, допустим, нам кажется, что они, например, что-то из себя представляют, но они не готовы жертвовать своим временем, свободой, жертвовать своей жизнью, они привыкли. А есть реально, которые выражения «у дела закусят» и работают так, что их с поля не выгонишь. Да, это было. Да, это было. Да, это было. Да, это было. Затем есть второй день, где непосредственно отрабатывают уже с ребятами. И там уже идет отбор, финальный этап. Просто на примере этого мальчика из Щучинска могу сказать только то, что там нет профессиональной академии. Это небольшой город с населением, 60 тысяч человек, и возможности там заниматься футболом просто нет. Здесь такой, да, еще же момент. Вот, допустим, ребята, которые вот с таких маленьких городов, они же мечтают о чем-то, а мечты бывают большие. А вопрос, еще раз, мы всегда будем возвращаться. Ты готов пожертвовать и пройти через весь этот путь, чтобы добиться своей мечты. Их всегда будут единицы. Я просто всегда получаю удовольствие от того, что когда такие ребята, если они попадают, и потом добиваются успеха. Такая, то есть, история, и она происходит, ну, красивая история, хорошая история, она же происходит постоянно. С Щучинска, академия жоқ теватырда, мысал, да, бірақ оның ана жерде болып, басқа ауылына барып, айтывы, әңгімесі, оның өзі плюс спортуқа деген. Ондай барекенін көзмен көріп, басқа біреуге айтау. Шынмен ол дәлел ғо, мен болдым да жерде. Школа жоқ не жоқ, шынмен жахс golağa, мен езді бар ер, жара жаны, тіздеду бар ер, бірақ шынмен еткаң, да, ау ґдымдаш,選 An dealer сус District'е болып. Как вести себя, он не знает. Но то, что он говорит кому-то, приехал с проекта с таким форумом, я там был. Футбол это так, так, даже эти рассказы, даже, может быть, легенды для него. Он может говорить, да, я видел с Давидом там лори, я сидел там чай пить. Ну, поверят люди, но это же для нас плюс для всего. Это же какие-то мотивации. Миньки сейчас на клуб Макелли Минга. Самое же главное, нет, они, допустим, те ребята, которые в финале вышли, вот два сезона они выходили на Астана-арене, сегодня вышли на стадионе Монайт-пасса в Шимкенте, да, при зрителях, при атмосфере, потому что мы же им стараемся создать матч настоящего финала, матч-дэй, финала Лиги Чемпионов, чтобы они чувствовали себя настоящими профессионалами. Для многих из них это же будет, может быть, первый и последний раз, когда они смогут поучаствовать в таком мероприятии и быть на этом поле. Это же столько, это звучит. Да, но это так есть, но они выходят на это поле, да, там они отдают все силы, но для них это тоже останется на всю жизнь, память на всю жизнь, как это сложно и ради чего стоит трудиться и работать. Ну да, примерно вот так говорить, сидеть. Я, например, всегда говорю с Давидом, что на стадионе торпеда играл в Москве, да, вот так, легенда. Для меня, я умею рассказывать всякие истории, да, я могу вот так всякие там ремиксы делать, да, но они тоже же так же, но это все равно сердце. Да, жестко, да, это, но все равно это история для них. Вот это жесткость решения, да или нет, вот понимаете, все. Я думаю, это самый один из, где-то даже бывает много реальники, да, много творческих, да, которые, конкурсы, да, а здесь спорт, это вообще другое. Ты какой-то миг проиграешь. Или вообще сам проиграешь, или твоя команда проиграешь. Но вот здесь технику, вот когда вот там свисток, ты решаешь, понимаете. И тем более ты никогда не играл, а там Алмата-Арена, там человек 9 тысяч или 10 тысяч в прошлом году было. Да, в Астане-Арена, это было вообще для головокружения. Там же ничего у нас же было. У нас некоторые КПН так не собирается. У нас были звезды. Ну, кто там, в прошлом году Ирина Кайратна была. Ирина Кайратна. В этом году наши звезды. Турар был, Карагисек был, Адель был, Калифорния пели. Вот сейчас вот так работает QG Лига тоже, второй проект у Тима Руслановича. Он, по сути, они же работают с профессиональными командами. В системе клуба, вы же знаете, есть самый высший возраст. Они сейчас пытаются вот этому возрасту дать вот эту возможность. Вообще браво. А вот мы это сделаем не тем, кто и так в ФЦ это идет, а вот именно тем, кто два месяца назад был здесь, условно, во дворе. Очень много скептиков, я повторюсь, которые говорят, зачем, не зачем. А, я вам так скажу, если вот в Советском Союзе всегда была вот эта идеология правильности. Ты шел, ты вот мог идти, вот допустим, по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам. Пусть, ладно, мы там не любим Советский Союз, мы ничего не любим и так далее, честно. Но если вот такой надежды и мечты не будет, ничего не будет нигде, никогда. Мы, я вам так скажу, никого не хочу принижать. Вот мы в первый город, да, за рубежом куда поехали, уже помните, что нам сказали? Да, опять же, сейчас еще не скажешь, поэтому обидится, да, но там не зашло. В Узбекистане не зашло. Почему Казахстан так встретил? Опять же, не зашло, без оценок, да. Мы туда привезли Глеба. Глеб походил с нами и сказал, блин, Белоруссии жду. Все сделаю, все сделаю, чтобы вы к нам приехали на следующий год. Опять же, видите, уже получается трансформация супербола уже из того проекта, который внутри страны ищет таланты. Мы уже пытаемся, да какой пытаемся, нас уже признали, мы можем тот проект, который ищет талантов по миру. То есть, если у нас там есть всякие там задумки, и к нам тоже уже люди обращаются, ну, условно, поедем в какую-нибудь Индонезию, да, представляете, как казахстанский проект. Это сильно будет, поверьте. Это будет не сильно. Был запрос, вот. Хорошо, был, сытынан, ганага, сытынан, ганага, куруваться, да, суперболны, калай, ютуб, каши, он, он, шинде, канчама, команда, біз, алпсадам, басха, ельге барып, онын, ПТС-пен барып, онын, студия сын барып. Кадым, бүдей, үлкен жұмыс. Он, көрптурам, салжа, клептым, көрптурам біз, ашинде, ашинде, біз таятын келдік, полиан, бәр тазар, бәр тұр-тұр, орында, бәр, ишқандай бір администратор сұрттан алмаймыз. Бәр өзімізде, доп, мысалы, ойларды доп сырама, фишка, бәр өзімізде келеміз. Мене жайып садық, и жан-жанымда адамдар тұр, и күлеп, бізге келіндер. Ол айталады, айтпысы айталады, онында емс. Мы же показали, что мы страна, где может родиться такое, чого ни у кого нет. Вот можно скептически улыбаться, можно ответственно заявляя, как сам человек, который много этим занимается. Давид, ты тоже был везде. Кто тебе только чего не говорил, да? Что нам сказал Макерле, когда мы с ним сидели? Он сказал, пацаны, дайте мне свои руки, давай, поехали. Вот это он мне и сказал. Индонезия назал. Поехали. Почему? Потому что он знает эту историю, я не знаю почему. Вот это была от него мысль. Это очень интересно. Француз приглашает казахов в Индонезию с целью улучшить футбольный. Вот потому что он посол FIFA. Он кака молода. Они официальные послы FIFA. Их цель пропагандировать футбол. Вы же видите, что говорит UEFA и FIFA про футбол. Это вообще уже не игра. Это как инструмент честности. Не знаю, как лоялити, да? Не знаю, респонсибилити. У них там столько этих девизов, и они же все правильные. Понятно, что все улыбаются, смеются, когда говорят, что футбол говорит о честности, фейерплей. А на самом-то деле мы же вот это видим сейчас. И даже вот эти вары, все, которые не нравятся. Это же все хотят уменьшить количество человеческого влияния. Может быть, оно где-то нам не нравится, может быть, где-то не нравится. Но по сути же это же так и есть. То есть здесь вот нам люди, которые авторитеты сказали, давайте вперед, мы вас поддержим. Но каким может быть проект Суперпол теперь в следующем году? Он ведь остается, и я надеюсь, что... Идар, мы на самом деле здесь вот благодаря вот этим людям, креативности, которыми, ну, то есть не отнимать, мы не знаем, куда он двигается. Самое главное, чтобы он был, чтобы он давал шанс. Я почему это хочу сказать? Любой ребенок, который начинает заниматься футболом, я знаю это по себе, я знаю это по своим друзьям, по своему поколению, по маленьким детям, за которыми я сейчас много слежу. Если он начинает ходить на футбол, если он ходит, например, месяц или два, как вы думаете, о чем он мечтает после этого? Когда говорят, пусть он только просто мой сын, мой сын или дочь сейчас, очень много девочек занимается, просто позанимается футболом. Через месяц он уже мечтает кем стать? Месси, Роналду, или там Шацким, или Аймбетовым, или Нороле Алипом. И наша задача, этот шанс ему дать с детства, чтобы он его получил вот там. Стремление это поддержать. Да, стремление поддержать, дать ему вот эту возможность, об этом думать, к этому стремиться с самого детства. Этот проект для этих пацанов, которые мечтали, мечтают, у них не получилось, которые единицы, естественно, это единицы по сравнению с тем объемом ребят, которых мы просмотрели, да, тысяч, десятки тысяч ребят, которые были. Из них контракты в любом случае получают, да, там 15, 17, 20 контрактов, которые мы будем иметь по окончании уже третьего сезона. Но это же для них, то есть вот этот шанс, и шанс вот для тех молодых ребят, которые сейчас только начинают заниматься футболом, они, может быть, после этого проекта, может быть, один, второй, третий пойдут заниматься в футбольную школу. Самую главную мысль я хочу сказать, что когда мы говорим про футбол, мы должны понимать, что любой ребенок, который начинает заниматься футболом, он мечтает стать профессионалом, и мы должны этому поспособствовать. И это, наверное, самая правильная мысль. И это главная цель проекта «Суперболл». Приоткрыть вот эту завесу тайны, показать, что за ней стоит, и каков он реальный футбол. Поэтому же, сколько еще раз, 70, 100, сколько, 100 миллионов, сколько, я не знаю, какое-то безумное количество посмотрев в ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме, у нас же проект... Вы представляете, что на самом-то деле эти цифры, они безумные для такого проекта? То есть мы не отражаем политику, да? Мы там, не знаю, что там, делаем всякие черные вещи или какие-то. Мы просто показываем проект «Футбол» с другой стороны. «Футбол» как реалити, как шоу, как жизнь. До этого так не делал никто. Ну, без похвальбы. Сам себя не похвалишь, не тут я не похвалишь. Вы же нас не хвалите, допустим. Вы только по щечне заговорите. Вы же знаете, что это такое? Бар, сене ишкин, и акен, и кокен, и бюро киргизалмайды жерге. Сені скаут айтты ма, алам дед ма, сен даже али жерге кирген деде, бирайдан, просто жерген не пайдаш жоқ. Сен бюроудың орын алып деген, бізде кәдіңдей не бар, да? Сонтан, бензенді болашақта, басқа да креативті нәрселерді қосып, супербол болатын, ойдамыз. Жақсы проект, күшты проект, сонтан, келіңіздер, көрңіздер. Алиуіздер беңі туранцз еқтс. Бол амы, бол майны. Бол аме, бол ады бол. Кандай немен, как елі, форматта. Какой формат, какая интернешнл, да? Он түкені, лады, он айтаверуен кәсетю. Не бірақ гонять здесь. Эту идею лишь предлагаю, друзья, чтобы этот проект набирал оборот. Я надеюсь, что так это произойдет. Оскар Урахаев, Давид Лори, Хубик Душанов. Мы очень рады были вас видеть. Сегодня мы подвели итоги, разобрались, поняли главные векторы и направления этого проекта. Я надеюсь, что все это сохранится с проектом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.